У аэропорта Внукова водитель устроил отчаянный побег от сотрудников МАДИ. Автомобиль погрузили на эвакуатор и уже собирались увезти на штрафстоянку. Когда вдруг объявился владелец, исправить ситуацию он решил по-своему. Сел за руль машины и съехал прямо с платформы. Как он объяснил свой поступок и что ему теперь грозит, выяснил Андрей Ященко. Опускайте машину, я говорю. Вы что, не понимаете что ли? Можете снимать все, что хотите делать. Белый автомобиль Киев уже погрузили для эвакуации возле аэропорта Внукова. Когда появился этот мужчина, заявил, что машина его и потребовал немедленно ее вернуть. Когда уговоры не помогли, пошел на радикальный шаг. Отойдите пожалуйста, я вас не смотрю. На глазах изумленных сотрудников МАДИ. Он сначала скрутил с эвакуатора фиксаторы колес, а затем забрался на платформу и сел за руль. Опускаете? Опускаем, сейчас приедут сотрудники, опустим. Дождите сотрудников. Дождите сотрудников полиции. Он едва не сбил инспекторов. После отчаянного прыжка с платформы даже не остановился взглянуть, как сильно повредил машину. Уже вечером успокоившись, Владимир объяснил журналистам. На экстремальное вождение решился, чтобы автомобиль не увезли на штрафстоянку. Мне ее не отдавали. Законные два часа. Я прибыл туда через 40 минут. И что вам говорили? То, что машину никто не отдаст. Ее грузили при мне, когда я туда приехал. И машину никто мне не отдаст. И нарушали мои гражданские права. Владимир сейчас уверяет, что машина только по бумагам принадлежит ему. На самом деле, дескать, продал ее знакомому. Документы не переоформили из-за того, что автомобиль кредитный. Но это его версия. А вот что известно точно. Машина была зарегистрирована на компанию такси «Лансер». И на ней катался посторонний человек без путевого листа. Во время рейда по проверке такси инспектор ГИБДД остановил автомобиль Киа Рио белого цвета. Выяснилось, что машина зарегистрирована как такси. Однако водитель не имеет путевого листа с отметками о медицинском и техосмотре. Инспекторы считают, что сложная история с оформлением машины, которую рассказывает Владимир, всего лишь прикрытие для полулегального бизнеса такси. Конечно, по результатам будут разбираться, кто и какие нормы нарушил. Но самому Владимиру, скорее всего, придется ходить пешком. Прыжок с эвакуатора могут расценить как оставление места ДТП. А за это грозит лишение прав. Андрей Ященко и Полина Шевченко. Вести.